Стеклянные шишки Овощи, фрукты, а еще вот сосульки, хрупкие и блестящие. Новогодние игрушки из советского прошлого. Тогда такие были в каждом доме. Переливаются, как будто волшебные. Она не просто из стекла, она сделана как будто из доброты, из детских воспоминаний. И каждый вспоминает свою, когда приходит к нам на выльтовку, говорит, а вот такая игрушка у меня была, а вот такая игрушка у меня уже есть, а вот такие открытки у меня были, вот такие открытки я собирал в детстве. Вот эти детские воспоминания, мы к ним и обращаемся. Розовая шишка, серебристая кукуруза. Как в сказке, ведь такого не бывает. А вот ягода клубника, почти как настоящая, ярко-красная, украшает одну из елок. Всего на выставке их три. И тоже советские. Мы каждый раз говорим, что чтобы собрать советскую елочку, нужно иметь или родиться в Советском Союзе, или иметь техническое образование. Сложно ее и собрать, и ее поместить так, чтобы она стояла красиво. И, конечно, украсить, вспомнить те времена, как украшали, и как она должна выглядеть по советским временам, по советским традициям. Раньше на Новый год все друг другу слали открытки. Тут их целая коллекция. Главный герой, конечно, Дед Мороз. Тут он на лодке, здесь на вертолете, поезде, а тут на ракете. Дети с восторгом рассматривают. Мне понравилась большая у вас шишка. А чем она тебе понравилась? Она красивая и орешек понравился, потому что орешек красивый и золотой. А ты хотела бы на свою елку такой повесить? Да. А вы дома новогоднюю елку уже украшали? Нет, не украшали. Мама говорит, когда будет снег идти, украшим. А у нашей елочки острые иголочки. Да, да, да. Не слышу. Да, да, да. На выставке репетировали хоровод. Новогодние утренники скоро. У елки разгадывали загадки и читали стихи. У Артема про кролика. Кролик озорной. Для третий сопрыгнул герой. Кролик – символ 23-го года. Их на выставке много. Кстати, экспозицию можно пополнить, принести свои новогодние игрушки. Выставка продлится до конца января.